А она просто закрывает уши, такая, ла-ла-ла-ла-ла, нет, я тебя не слышу. У меня это так бесит, хочется сказать, да послушай меня уже, ты не права. Ну, она не слушает обычно. Меня зовут Пасхова Емелина, мне 10 лет. Для меня самое главное в жизни это жить с кайфом. Одна двойка была от учительницы моей по фортепианам. Я тогда, видимо, как-то не подготовилась, что ли, что-то не то случилось, видимо. Ну, я плакала, мне очень было грустно, я боялась, как отреагирует на это мама. Девочка, она нам отдавала маленького крысенка. Он там у нас бегал по квартире, было очень с ним весело, мне очень понравилось. Я уже приняла это как за свое маленькое животное. То есть, когда мы уже отдавали его, было очень грустно. Я тогда очень плакала. И мне однажды девочка сказала, что типа, а почему у тебя уши стоят вот так, а не вот так? И меня опять же это очень тронуло. И комплекс еще больше он стал... Но сейчас мне как-то пофиг, что говорят люди, и вот я так все время хожу. Уже нет вот такого комплекса. И было два мальчика. Для меня это было такой неожиданностью. Они мне оба в один момент признались в любви. То есть, они подошли такие, Эмилина, кого ты выберешь? То есть, меня или меня? Ты нам оба нравишься? Я сказала, что они все будут моими лучшими друзьями. И выбрать я не могу между двумя. Я посмотрела фильм «Оно». Вот я буквально одну сценку посмотрела первую. До сих пор помню, у меня аж... У меня мурашки шли похоже. И я очень боялась «Оно» в темноте увидеть где-то. В хоре мы поем и говорят, смотрите, как Эмилина хорошо поет. Учитесь у нее. И мне прям так приятно сразу становится. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасно и далеко, Прекрасно и далеко, я начинаю путь.